У всего есть начало и конец. Таковы законы мира. Когда-то из бесконечно горячей точки родилась необозримая вселенная, а вместе с ней и всё то, что мы видим вокруг. Но однажды мириады планет, сонмы звёзд, рои астероидов и комет уйдут в небытие. Уже сейчас финал неминуемо приближается. Позволим себе краткое сравнение. Представьте, что вы сильно порезали палец. Вам очень больно. И вот в этот момент по телевизору передают сообщение о том, что где-то на другом конце света упал самолёт. Что для вас будет важнее в этот момент? Адская боль в пальце или воздушная катастрофа. Конечно, своя рубашка ближе к телу, и собственные неприятности будут гораздо ближе. Так и со смертью Вселенной. Она огромна. Больше, чем мы способны себе представить. И умрёт она немгновенно. Сначала погибнут все составляющие макромира. Галактики, астероиды и планеты, включая наш общий дом. Землю. Именно это интересует нас в первую очередь. Как умрёт прекрасная голубая планета, приютившая человечество? Земля с момента своего рождения была подвержена динамичным изменениям. Но метаморфозы, ожидающие нас впереди, ведут к окончательной гибели всего живого. Как поменяется облик планеты в дальнейшем? Вследствие деятельности человека повысится концентрация парниковых газов в атмосфере. Поэтому в ближайшие 50 тысяч лет новый ледниковый период землянам точно не грозит. Приятно слышать. Хотя это только отсрочка. Спустя время изменится наклон земной оси, поскольку Луна, стабилизирующая данный показатель, постепенно от нас удаляется. Это значит, что человечество ждут более резкие изменения климата и увеличения продолжительности суток. Предположительно, вновь появится суперконтинент, объединяющий всю земную сушу. Это приведёт к увеличению вулканизма и понижению уровня моря. После бурных климатических и геологических потрясений, тех, кто выживет, ожидают ещё более тяжёлые времена, наступление которых возвестит об окончательном завершении земного века. Речь идёт о неизбежном коллапсе ближайшей к нам звезды, первые признаки которого проявят себя спустя миллиард лет. Солнечная светимость в этот период станет на 10% выше нынешней, вследствие чего океаны начнут испаряться. Вскоре поверхность планеты превратится в безводную безжизненную пустыню с редкими озерцами на полюсах. Хотя в некоторых микробных организмах, возможно, ещё будет теплиться жизни. Через 2,8 миллиардов лет температура на Земле достигнет 150 градусов по Цельсию. А спустя 4 миллиарда лет на планете расплавятся даже горы, поскольку она превратится в топку с температурой 1300 градусов. Пройдёт ещё миллиард лет, и Солнце, минуя терминальную стадию красного гиганта и мимоходом поглотив планеты земной группы, станет белым карликом. Но если каким-то чудом Земля переживёт страшные времена, то будет существовать до конца времён, хотя и в виде мёртвого камня. Но когда же наступит окончательный финал? Как потерпит крах тот самый самолёт, о котором говорилось в начале ролика? То, что произойдёт с Землёй и Солнцем, иллюстрирует процессы, которые будут повсеместно наблюдаться в разных концах Вселенной. Медленно и мучительно агонизирующие звёзды. Сгорающие или замерзающие планеты, распадающиеся на атомы галактики. Вот как будет выглядеть умирающий макромир. Смерти родительских светил, естественно, повлияют на все системы. Звёзды превратятся в тлеющие угольки, вокруг которых будут кружить обломки планет и единицы выживших небесных тел. Окончательную смерть Вселенной учёные рассматривают в двух вариантах. Она либо сожмётся, либо расширится. И то, и другое означает неминуемый конец. Отличие только в деталях. Теория коллапсирующей Вселенной весьма примечательна. Такой сценарий возможен, если плотность вещества в макромире выше критической. По словам приверженцев данной теории, скорость разбегания объектов постепенно сойдёт на нет, и гравитация начнёт их снова собирать воедино. В результате все существующие галактики сольются. Звёзды в них начнут сталкиваться и взрываться. Горячий газ распадётся на элементарные частицы, а чёрные дыры поглотят всё вокруг, становясь громаднее и горячее. В рамках данной гипотезы существует предположение о большом отскоке. Оно указывает на вечную цикличность Вселенной. Это значит, что после сжатия до точки сингулярности произойдёт очередной большой взрыв, и всё начнётся заново. Вместе с тем, последние научные данные указывают, что пока наблюдается ускоряющееся расширение Вселенной. На этот случай у астрофизиков предусмотрена другая теория, намного логичнее предыдущей. О ней мы знаем больше. Это тепловая смерть Вселенной. Что она подразумевает? Спустя миллиарды лет выгоревшие светила превратятся в тусклых карликов, нейтронные звёзды или чёрные дыры. Через 150 миллиардов лет, если скорость разбегания не уменьшится, дальние галактики неизбежно исчезнут за космологическим горизонтом. Наблюдатели, находящиеся в местной группе галактик, больше не смогут видеть другие объекты за пределами своего сообщества и никаким образом с ними взаимодействовать, летать, пытаться связаться и прочее. Далее, спустя 800 миллиардов лет, постепенно затухнут и светила местной группы. В целом же процесс звёздообразования окончательно завершится через 100 триллионов лет. Какое-то время звёздные останки будут озарять пустоту космоса. А потом планеты упадут на свои мёртвые светила, а остальные объекты сожрут сверхмассивные чёрные дыры. И что же, Вселенная окажется пуста? Не совсем. Примерно через 10 в степени 40 лет по её просторам будут одиноко манкировать лептоны и фотоны. А спустя 10 в сотой степени, согласно утверждению Хокинга, испарятся даже чёрные дыры. Есть вероятность, через 10 в степени 10 в степени 10 в степени 56 лет квантовые флуктуации спровоцируют новый большой взрыв. Хотя в этом вакууме может зародиться и нечто поинтереснее, например, Больцмановский мозг. Вероятность его появления составляет раз в 10 в степени 10 в степени 50 лет. Но и на этом учёные не останавливаются. Существует ещё одна примечательная теория под названием большой разрыв. Что произойдёт в этом случае? Скорость расширения настолько увеличится, что разорвёт и звёздные скопления, и субатомные частицы и само пространство-время. Но какая бы теория ни была правильной, гибель Вселенной – событие слишком отдалённое и глобальное, чтобы о нём серьёзно беспокоиться. Разумнее обратить внимание на собственную планету и родительскую звезду, поскольку их финал гораздо ближе. Возможно, живущие в далёком будущем будут любопытствовать. Каково было жить в эпоху прекрасной юной Вселенной? Нам очень повезло знать ответ на этот вопрос. Всё, что нам нужно – это взглянуть наверх. Главное помните, что чем больше лайков вы ставите под видео, чем больше активности вы проявляете, тем больше людей узнают о нас. И мы уверены, что именно эти неравнодушные ребята в один прекрасный день изменят этот мир к лучшему. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова